Здравствуйте! Вы смотрите программу Актуальное интервью. Сегодня у нас в гостях депутат, глава города Чебоксара Ирина Клементьева. Ирина Силовна, здравствуйте! Здравствуйте! Сначала мы посмотрим визитку нашего гостя, а затем продолжим беседу. Ирина Клементьева, депутат четырех созывов Чебоксарского городского собрания депутатов от избирательного округа номер 16 Ленинский район, избрана 13 октября 2015 года. Ирина Всеволодовна получила высшее образование по специальности экономист-организатор, окончила Волговятскую академию государственной службы по специальности государственное и муниципальное управление. Ирина Клементьева ведет общественную работу в качестве депутата Чебоксарского городского собрания, куда избиралась трижды. Собрание прошлого созыва была председателем постоянной комиссии по социальному развитию и экологии и заместителем главы города Чебоксара. Ирина Всеволодовна – председатель Чебоксарского городского отделения общественной организации Чувашский республиканский совет женщин. Осенью 2016 года избрана главой города Чебоксара. Ирина Всеволодовна, один из главных федеральных проектов, в которых участвует в столице Чувашии – это федеральный проект по благоустройству общественных пространств и дворов. На каком этапе реализация этого федерального проекта? Да, действительно, наша столица, наш город Чебоксары вошел в федеральный проект развития городской комфортной среды. И мы уже, начиная с января месяца, работаем с жителями по обсуждению благоустройства дворовых площадок и общественных пространств. В данное время уже очень много прошло рассмотрений дизайн-проектов, проектно-сметной документации на дворовые площадки. И мы уже сегодня обсуждаем и общественные пространства центральной части города, которые хотели бы благоустроить. Конечно, в первую очередь все начинается со двора. 75% средств, которые выделены из федерального бюджета, именно пойдут на развитие дворовых площадок. В начале года у нас было запланировано 47 таких дворовых площадок. Сейчас документы готовы у 21 двора и дворового сообщества, потому что сюда относится именно группа домов, которые будут благоустраиваться. И вот буквально недавно мы получили протоколы решений собрания собственников, которые пожелали благоустроить свой двор. Именно общественное обсуждение очень важно, что есть именно в этой программе. Потому что если жители хотят благоустроить, они должны, естественно, поддержать. Выносят решения собственников жилья, где люди планируют не только минимальные стандарты, которые есть в этой программе, но и плюс дополнительные. Надо сказать, что программа благоустройства предполагает системную работу, которая проводится не только в 2017 году, но и планируется на следующую пятилетку. Поэтому все те дворы, которые не попали в 2017 год, будут расписаны в программе пятилетнего плана. Кроме того, если есть пожелания людей, будут устанавливаться и какие-то спортивные сооружения. Летом это футбольная площадка, зимой это хоккейная площадка и так далее. Вариантов очень много. Но я так понимаю, что здесь основную роль играют, конечно, сами горожане. Потому что без их инициативы мало что можно сделать. Вот именно правильно вы отметили, что общественная поддержка должна быть, общественное обсуждение. И когда есть поддержка людей, то сейчас у нас все собственники поддержали и софинансирование, которое будет проходить за счет средств собственников. Это средства остатков текущего ремонта или какие-то другие средства, которые есть у жителей. И за счет этих средств мы можем какие-то новшества преподнести в эти дворы. А что касается общественных пространств. Какие общественные пространства должны в ближайшее время преобразиться благодаря этому участию в федеральном проекте? Я хотела бы в первую очередь всех жителей города пригласить к общественным обсуждениям как дворовых площадок, так и общественных пространств. Общественные пространства – это центральные улицы, это парки, это наша набережная Московская и Красная площадь. И вот эти пространства, эти места мы точно так же должны предполагать, что же хотим мы здесь благоустроить. Мы хотели бы в первую очередь благоустроить нашу историческую часть города. То, что есть улица Константина Иванова, именно историческая часть города. Когда-то здесь была Надежда Крупская, вот место, улица, парк Надежда Крупская. Теперь мы эту историческую часть точно так же планируем развивать. И наша Московская набережная, она в прошлом году 850 метров сделана. В этом году мы точно так же продлеваем. Выделены средства Ростуризма. И объединяя средства федерального проекта по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств, объединяя деньги другие, мы действительно комплексно подходим к благоустройству самой центральной, центрального места в городе. Это как балкон, это как центральная видовая часть. Поэтому мы планируем очень много интересных вещей сделать на заливе. Там был еще проект по реконструкцию фонтана около торгового комплекса Шупашкар, по-моему. Это тоже так же входит. Торговый комплекс Шупашкар. Здесь у нас планы большие. Сейчас выделено 10 миллионов рублей для того, чтобы сделать фонтан возле торгового комплекса Шупашкар. Вот такое комплексное развитие предусматривается. Мы в пятилетний план включаем все предложения, которые поступают и от собственников жилых дворов, но и от предпринимателей, которые точно так же хотели бы построить парковочные места, такие площадки красивые. Все предложения собираются. Как только мы начали в январе месяце обсуждать, очень много предложений поступило в районная администрация, в город. Поэтому вот это все компонуется сейчас в программу благоустройства. И вот эта системная работа позволит нам весь город благоустроить за пятилетку, чтобы ни одно место не осталось неблагоустроенным. Ирина Силовна, ну вот вы заметили уже, что 2017 год экологии. И, может быть, так получилось, так совпало, что Чебоксары участвуют в еще одном федеральном проекте по рекультивации пехтулинской свалки. Вот на каком этапе сейчас реализация этого проекта? Что происходит сейчас, чтобы горожане знали? Да, мы участвуем в федеральном проекте «Чистая страна». Нам выделены средства за счет федерального бюджета на рекультивацию пехтулинской свалки. Сейчас идут торги, разыгрываются конкурсы на 336 миллионов рублей. Первые шаги пока не уменьшались успехом, потому что поступили две жалобы, и вновь будем пересматривать. Но буквально скоро совсем будет объявлено, кто будет исполнителем этой программы. Но хочется отметить самое главное, что мы, получив такие деньги, сейчас идет технологическая часть работы по данному проекту. То есть наша свалка, как вы можете видеть, она действительно уплотнилась и сейчас продолжает уплотняться. Технические вопросы должны позволить нам изменить геометрию этой свалки, чтобы у нас она была чуть меньше в своих размерах. Поэтому мы сейчас, уплотняя гидроизоляционные материалы, покрывая это все для того, чтобы доступ воды не был во внутренние тела этой свалки, для того, чтобы завести землю, в общем-то, действительно, это будет уже не свалка, а зеленая часть нашего города. Биогазы и все другие вредные вещества должны быть убраны с данного места. И на это нам уделяется всего 16 месяцев. В следующую осень вот эта техническая, технологическая часть должна быть завершена. Ну да, и, наверное, жители Новоюжного района уже никогда не будут страдать от того, что тлеет свалка и дым ядовитый идет в город. Да, это уже будет не та горячая точка, которая сказывается на здоровье наших горожан. Это и новый город, и деревня Пехтулина, и жители Новоюжного района, естественно, вздохнут свободней. И мы еще 4 года уже потратим на биологическую часть проекта, когда уже вот эти 4 года позволят из этой свалки увидеть зеленый островок, где можно и спортом заниматься, и лесопарковой зоной может быть. Все то, что люди сами решат, что же должно быть в этом уголке нашего города. Елена Селдовна, ну вот еще один такой, может быть, сопутствующий вопрос относительно Пехтулинской свалки, да, она перестала функционировать благодаря построенному полигону твердых коммунальных отходов. Все-таки мне, как неравнодушному гражданину, кажется, что нужно прививать культуру у наших жителей на раздельный сбор мусора. Это в одно время было, потом опять прекратили. Вот как идет работа вот в этом направлении? Периодически вопрос раздельного сбора мусора поднимается. Очень много хороших предложений поступает, но все-таки они не реализуются. Вот сейчас мы тоже вновь обсуждаем данный вопрос. И в первую очередь с той точки зрения, что надо уменьшить расходы на вывоз мусора. Как это сделать? Это можно сделать за счет раздельного сбора, когда часть мусора вывозится теми учреждениями, предприятиями, которые занимаются утилизацией и получают сырье, получают бизнес. Там стекло, пластик, бумага, картон. Да. Если раньше мы делили на несколько фракций, то теперь предлагается разделять только на пищевые и непищевые отходы. И тогда не будет стоять пустых контейнеров, а будет ежедневно или в течение двух-трех дней мусор забираться. Вот такая форма нам позволит сделать раздельный сбор мусора в тех домах, где нет мусоропроводов. А это в основном новое жилье, где уже не строятся в домах мусоропроводы. А вот те дома, где есть еще мусоропроводы, конечно, сейчас люди сами обращаются для того, чтобы заварить эти мусоропроводы. Это не самая хорошая возможность избавляться от мусора, потому что это грязь, это инфекция, это мыши, крысы. И пока есть кормовая база, мы не избавимся никакими способами от этого недостатка. Становится чище подъезд, место проживания, потому что сбор мусора в самом подъезде, это, наверное, не очень хорошо. Ну и второй вопрос – раздельный мусор. Люди выносят и сортируют уже сразу пищевые и непищевые отходы. Вот, поэтому и вес, и все сразу уменьшается, и люди получают экономию. Ирина Силовна, вот еще один такой вопрос, и он тоже, наверное, на экологическую тему. 20 мая отмечается День Волги. Что это такое для Чебоксара? Какие мероприятия запланированы на этот день? Ну, мы с вами все время говорим «Год экологии». Река Волга для нас тоже имеет очень большое значение, для нашей страны, в целом мире. Поэтому, конечно, мы должны любить свою реку Волга. Мы в городе, допустим, все сделали для того, чтобы стоки, грязные стоки, все-таки в Волгу не сбрасывались. Но, тем не менее, мы должны людей приучить к порядку, чтобы мы не раскидывали свой мусор возле берегов Волги. Как только тепло, ведь все мы идем на Волгу, и не бережем свою реку драгоценную. Она у нас и вода, и красота, и отдых. Поэтому, естественно, 20 мая депутаты городского собрания депутатов, новочебоксарские депутаты, вместе выходим, они со своей стороны, мы со своей стороны, и убираем берег Волги от мусора, от этих различных бутылок пластиковых и так далее. Хотим привести в порядок наши берега. 20 мая, суббота, да, я так понимаю, давайте пригласим горожан помочь убрать берег Волги. Во сколько начало у нас? Мы начинаем в 10 утра, депутаты выезжают в 9 часов, в 10 мы уже начинаем уборку. Где? Мы начинаем от, значит, насосной станции, городские, чебоксарские депутаты, новочебоксарские начинают от моста, и идут, движутся в сторону Чебоксара. Поэтому всех приглашаем на берег Волги, как я сказала, это Казанская набережная, где молодежь наша будет убираться. И мы уже чуть подальше, но тоже убираем берег Волги от застаревшего мусора. Все это вывозим, грузим, и всех призываем беречь нашу родную природу. Отлично, я думаю, небезразличные горожане найдут возможность присоединиться к депутатам, убрать действительно берег Волги от застаревшего зимнего мусора, где там еще не дошли, да, где не убрали. Спасибо вам большое, Ирина Силовна, что ответили на наши вопросы, пришли к нам в студию. Надеюсь, что не в последний раз и будем с вами встречаться и обсуждать актуальные вопросы. Спасибо. Спасибо вам за внимание. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была депутат, глава города Чебоксара Ирина Клементьева. До свидания.